Пришла зима, с неба падает снег, а в воздухе повсюду витает аромат новогоднего настроения. Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. В этом выпуске я расскажу вам про особенности вейпинга в это холодное время года. С точки зрения материалов, вейпинг не чувствителен к холоду, поскольку большинство девайсов выполнено из металлов, таких как нержавеющая сталь, алюминий или же медь. Устройства могут лишь очень сильно замерзнуть, но никакой опасности в этом для них нет. Если девайс пластиковый, то вы можете также за него не волноваться, так как зачастую они выполнены из очень прочного пластика, которому не страшен никакой холод. В исключительно редких случаях при очень особенных обстоятельствах девайс может треснуть, но на моей памяти подобных историй я не встречал. Что же касается верхней части, то есть картриджей и атомайзеров, то они выполнены из жаропрочного пластика и стекла, которые прекрасно переносят слишком низкие и слишком высокие температуры. Что касается электроники, то производители в редких случаях указывают температуры, при которых их устройство можно использовать. Но чисто технически, для плат оптимальные температуры работы составляют от 0 до 40 градусов по Цельсию. Но я вас уверяю, что девайсы способны работать и на более низких температурах. Главное, остерегайтесь конденсата. Ну а если же мы будем говорить о температуре девайса, то ее ни в коем случае нельзя путать с температурой окружающей среды. Так как если вы будете держать свой девайс в кармане штанов, то он не сможет охладиться до опасных температур, так как он будет греться от вашего тела. В случае, если вы забыли свой девайс на всю ночь в ледяном автомобиле, или же просто положили его в холодное место, ни в коем случае не пытайтесь его быстро разморозить. Внутри устройства ни в коем случае не должен образовываться конденсат. Для этого возьмите ваш девайс, положите его в целлофановый пакет и хорошенько его заверните. И положите устройство, пускай оно спокойно оттаивает при комнатной температуре один день. Сразу вам скажу, что жидкость для вейпинга никогда не превратится в лед. Ну только если вы не окажетесь где-нибудь за полярным кругом, там и в течение двух дней будете находиться на улице. Но я думаю, после этого вам будет далеко не до парения. Глицерин и пропиленгликоль замерзают только при невероятно низких температурах. Но вот от не сильно низких температур жидкость густеет. И чем больше в ней глицерина, тем сильнее она густеет. Жидкость от этого вообще не портится, но это может негативно сказаться на вашем фитиле. Протечки могут начаться по нескольким факторам. Когда вы заправляете в ваш резервуар жидкость, в нем остается немного воздуха под давлением окружающей среды. Как только вы подниметесь на значительную высоту, давление опустится и воздух внутри бака начнет выталкивать жидкость. Чтобы этого избежать, допустим, когда вы будете подниматься на какую-нибудь гору, просто опустошите свои атомайзеры и перекройте отверстие обдува. Второй фактор это, конечно же, температура. Жидкость может просто вытечь из бака, если зайти из холода в теплое помещение. Всему виной разница вязкости пропиленгликоля и глицерина. Густой глицерин покрывает внутренние части испарителя тонкой пленкой. Он не вытекает из-за поверхностного натяжения, а при повышении температуры начинается капиллярный эффект, и жидкость на глазах покидает атомайзер. А я хочу вам напомнить, что бак для этого должен быть ну очень холодным. Запомните, никогда в жизни не пытайтесь зарядить аккумулятор, если его температура ниже нуля градусов. Это приведет к кристаллизации лития. Внутри аккумулятора, который никогда в жизни не придет в норму. И после этого вам просто придется утилизировать свой аккумулятор в специально отведенное место. Перед зарядкой лучше всего подождать, пока аккумулятор согреется до комнатной температуры. И хочу вас предупредить, если температура аккумулятора опустится до ниже минус 20 градусов, то он испортится безвозвратно. Я надеюсь, что данные советы помогут вам зимой. А с вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok